Витископ Периодически казалось, что Майами стал слабее. Слабее образца себя прошлогоднего, образца себя 2012 года, тех двух сезонов, когда они выигрывали чемпионат. Но проверить, так ли это, было очень сложно, потому что подходящих соперников не находилось. Все мы знаем о слабости Восточной конференции, о том, что проверить силу Майами можно только на топовых командах Запада. И, как выяснилось, этот потолок, они уперлись против Сан-Антонио. Им не хватило Вейда, который лезет под щит, который зарабатывает штрафные, который забивает два с фоллом по пять, по шесть раз за игру, который нагнетает давление. Мы этого не видели. Вейд провел очень незрачную серию, хотя в целом плей-офф этого сезона у него удавался даже лучше прошлогоднего. Растворился на паркете Бош. Мы не увидели поддержки должности о скамейке. Разыгрывающих в команде и Чалмерс, и Колл показали вообще невнятный баскетбол. Чалмерс после нескольких промахов в первой, во второй, в третьей игре вообще сник. И мы вообще, в принципе, позиции первого номера в Майами отсутствовало. То же самое можно говорить, что у этой команды нет больших. Крис Бош – это не центровой. Ему тяжело играть спиной. Ему тяжело ставить спину большим Сан-Антонио. И мы видим, что Майами просто, где же ближе к третьей игре, просто физически вообще полностью измотался. Команда с одним Леброном, пусть даже с таким доминирующим игроком, каким является, безусловно, Леброн Джеймс, не может команда выигрывать чемпионаты. Ему нужна поддержка, ему нужна поддержка стартовой пятерки. Ему нужна поддержка разыгрывающих стартовой пятерки. Свой уровень показали два баскетболиста. Это Леброн Джеймс и Рей Аллан. На двоих баскетболистах, особенно учитывая, что Рей Аллан, каким бы он ни был талантливым, ему 38 лет, далеко не уедешь.